Около 9 утра. Раздача перчаток и мешков для мусора. Многие пришли со своим инструментом. Центральная часть улицы Шевченко. Задачу можно назвать стандартной. Убрать мусор, подрезать сухостои. К субботнику присоединились работники магазинов. Они находятся на первом этаже. Здесь же управление Федеральной миграционной службы по городу-курорту. Охотно девочки согласились. Мы прошли, все девчонки повыходили. Мы доходили даже в паспортный стол и там нам сказали, что мы выйдем. Народ, да, они же понимают, доброжелательно относятся. Люди болеют за чистоту города. Они неравнодушные, конечно, тем более сезон начинаться скоро будет. Эту площадку жители внесли в программу «Комфортная городская среда». В таком виде это просто большой газон, совершенно нефункциональный. Если проложить дорожки, поставить скамейки, посадить деревья, то там смогут отдыхать жители и гости. Бюджет не резиновый, мы все это прекрасно понимаем. Будем стараться, чтобы это было в следующем году. Выделили деньги и благоустроили эту территорию. Сами понимаете, центр города, въезд в город. Парк 70-летия Победы в станице Анапской. Первый в очереди на финансирование по результатам всеобщего голосования. Его будут благоустраивать. Как здесь говорят, уборка – первый шаг и посильный вклад. На самой территории и в окрестностях работают десятки жителей. В этот раз, если честно, обозначили, да, будет субботник. Но пришли люди, которые просто о нем услышали. Самое интересное, наверное, может не так часто это бывает. У Ольги дочь ходит на танцы в станичный дом культуры. Там и узнали, что запланирован большой субботник. Времени не жалко, на такое дело не жалко. Наши дети здесь гуляют, сами с детьми здесь гуляем. Уборка в парке уже вторая по счету в этом году. Для жителей городского частного сектора на улице Ивана Голубца это также второй по счету выход. И уже есть задача на следующий субботник – покрасить остановку. Ой, не вопрос. За пять минут собираю всех. В этом плане у меня народ поднимается только так. Хотим посадить. Вот юки вырастили сами. Розы сейчас посадили. Возле остановки тоже у нас уже принялись 18 кустов роз. Классный будет теперь. Уже к обеду сделали все, что запланировали. Кое-где, даже с перевыполнением первоначального плана, через неделю неравнодушные жители вновь выйдут, чтобы посвятить несколько часов родному хутору, городу или станице. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.